Христос, о свете безберный, Смерть и света прав, Смерть и света прав, Иисусе во крови живой. Смерть и света прав, 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 Четвертая заповедь Синайского законодательства предписывает посвящать седьмой день Богу и проводить его в покое. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота – Господу Богу твоему». Суббота, как день отдыха в конце семидневной недели, первоначально была установлена в Ветхозаветном Израиле в связи с неспосланием народу Манны – чудесной небесной пищи. Позднее особый статус субботы был закреплен в законе, согласно которому каждый седьмой день был днем священного покоя, когда запрещалось работать. Основополагающее значение субботнего покоя заключалось для израильтян в возможности собираться вместе для вознесения хвалы Богу и богослужения, которое отличалось от ежедневного сугубым жертвоприношением. Субботний отдых Субботний отдых обозначал для иудеев причастность к Божьему покою, поскольку на седьмой день после сотворения мира Бог отдыхал от Своих дел. Для израильтян суббота стала с одной стороны праздником в честь завершения создания мира, с другой – знаком того, что Бог осветил их, выделил среди других народов, закрепив таким образом завет Израиля с Богом. День покоя, как божественное установление, имеет в Ветхом Завете не только внешний, формальный, но и внутренний, духовный смысл. Он заключается в посвящении человеком определенной части своего времени Богу. В книге «Левит» можно прочесть «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня». В первом случае говорится о празднике, который надо праздновать девятого числа, и он, на какой бы день недели ни приходился, тем не менее называется субботой. Во втором так назван целый год – суббота земли. В этом и состоит духовный смысл субботы. Человек призван отдавать определенное время почитанию Творца. Со дня основания Церкви Христовой, как орудие нашего спасения, соблюдение ветхозаветных обрядов прекращается. Христос заменил собою все обряды. Вера в воскресшего Спасителя имеет важнейшее значение для каждого верующего. Поэтому для христиан священным днем покоя вместо ветхозаветной субботы стал первый день недели – воскресенье. Этот день особо отмечен в Священном Писании с момента самого события воскресенья. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!». Ветхозаветный закон, в том числе и соблюдение субботы, был, по словам апостола Павла, где-то водителем ко Христу. Обрядовые церемонии ветхозаветных иудеев были призваны сообразовывать их мысли и поступки с перспективой грядущего Мессии. После Бога воплощения прообразы и тени более не имеют никакого значения. Христос являет собой истинный покой Божий. Он и есть истинная суббота. Христос, вся жизнь которого была исполнением божественной воли, учил, что суббота существует для человека, а не человек для субботы. Чудеса, которые Спаситель совершал по субботам, неоспоримо свидетельствовали о Христе, который, по словам апостола Матфея, был тем, кто больше храма, и являлся вместе с тем господином субботы. Проповедь Спасителя учит, что закон не должен отстранять заповеди любви, и Господь, исцеляя больных в субботу, показывал этим неправду фарисейского законничества. Основной принцип новозаветной морали выражен с предельной ясностью самим Господом. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Святая Церковь призывает верующих каждый воскресный день проводить радостно в воспоминания о победе Христа над смертью, в воздержании от повседневных трудов, в молитве дома и особенно в храме, во время Божественной Литургии, главного богослужения Православной Церкви. Покой не означает безделье. Нерадение и лень сами по себе не могут восстановить силы, и такой отдых не принесет пользы. Прекрасное занятие для воскресного дня, чтение Библии и других душеполезных книг. Хорошо посвящать Святой День посещению больных и другим делам милосердия. Все сказанное о воскресном дне в такой же мере относится ко всем церковным праздникам, установленным в память о важнейших событиях священной истории, связанных с воплощением Сына Божия, Его искупительной жертвой и воскресением или в честь Богородицы, послужившей тайне Бога воплощения. Для выделения праздников из обыденной череды дней Церковь установила особые периоды – посты. Они служат подготовке верующих к празднику, которая заключается в очищении души от грехов. Самый важный из постов называется Великим. Он предшествует празднику Светлого Христового Воскресения и продолжается сорок дней в память о том, как Христос перед началом земного служения постился в пустыне. В церкви существует еще Рождественский, Успенский и Апостольский или Петров пост. Они установлены для того, чтобы верующие могли подготовиться к праздникам, следующим за ними. В течение недели православные христиане соблюдают пост дважды – в среду и пятницу. В среду – в воспоминания о предательстве Христа Иудой и в пятницу – в память о самом страдании и крестной смерти Спасителя. Четвертая заповедь запрещает работу в воскресные и праздничные дни для того, чтобы они были посвящены Богу, а вовсе не ради неумеренного веселья, невоздержанности в пище и пятии. Если и невинные с нравственной точки зрения в будние дни занятия непозволительны для дней святых, то тем более неприличны дела бесполезные и порочные. Божия заповедь говорит нам не только об отдыхе. Бог благословляет человеку шесть дней честно трудиться и осуждает безделье, праздность, труд недобросовестный. Не трудящийся, да не ест, говорит апостол Павел первым христианам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok